Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары за эту неделю. Коротко о некоторых темах. В Самаре 465 семей переедут из аварийного жилья в новые дома. Какие квартиры предлагают самарцам? Не изба читальня, а новое современное медиапространство. Как преобразилась в Самаре центральная детская библиотека благодаря нацпроекту «Культура». 500 открыток на елке желаний. Исполнить мечту ребенка может каждый, что подарила детям глава Самары Елена Лапушкина. Карнавальные маски для настроения, медицинские для безопасности. Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей Самары в трамвае и подарили новогодние сувениры. Фейерверки и большой стресс для собак. Как домашним питомцам пережить новогодние праздники? Советы ветеринаров и кинологов. Губернатор Самарской области вошел в состав Госсовета. Соответствующий документ был обнародован 21 декабря. Президент страны Владимир Путин возглавил Госсовет, в состав которого вошли премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, лидеры думских фракций, полпреды президента, несколько глав регионов, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Они входят в состав комиссии Государственного Совета Российской Федерации по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Дмитрий Азаров присвоил звание почетный гражданин Самарской области, заместителю председателя общественной палаты региона Константину Титову и президенту Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нине Косаревой. Константин Титов стал почетным гражданином за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитетности Самарской области и Российской Федерации за рубежом. Нина Косарева получила почетное звание за заслуги в общественной деятельности и значительный вклад в развитие здравоохранения в регионе. Светло, тепло, но главное – безопасно. Для переселенцев из аварийного жилья закупили более 300 новых квартир, в том числе 86 в микрорайоне Новая Самара. Все жилые помещения с чистовой отделкой. Некоторые семьи уже заселились, остальным передадут ключи в ближайшее время, чтобы новоселы смогли встретить наступающий год в комфортных условиях. Новые квартиры увидела и оценила Светлана Кудрявцева. Для переселения граждан из аварийного жилья городские власти уже закупили более 300 новых квартир, в том числе 86 в микрорайоне Новая Самара. Жилые помещения ждут своих владельцев. В новых домах приобрели однокомнатные и двухкомнатные квартиры в чистовой отделке. Жильцам останется лишь перевезти вещи и мебель. Готовая сантехника, холодное, горячее водоснабжение, центральное отопление, газовая плита, пожарная сигнализация, счетчики и даже красивые новые обои. Здесь все готово встречать новоселов. Просто заезжай и живи. Но самая главная безопасность. Отмечать праздники, встречать Новый год и просто засыпать по ночам здесь можно, не переживая за жизнь и здоровье. 10 семей уже переехали в новые квартиры в этом микрорайоне. Остальным передадут ключи уже в ближайшее время. Как собственникам, так и гражданам, которые заключают договор социального найма. По нанимателям в обязательном порядке. Это переселение метр в метр, либо более. Причем соблюдение в обязательном порядке комнатности. Вот. По собственникам отталкиваемся, сопоставляем стоимость объекта, который у них находится в собственной, и стоимость нашего объекта. Ну и метраж, соответственно. Кроме того, собственники имеют право выбора переехать в новую квартиру или получить компенсацию. Цена за квадратный метр рассчитывается региональным правительством. На 2021 год стоимость квадрата 48 611 рублей. Еще одно важное условие – количество прописанных в аварийном жилье человек при переселении не учитывается. Квартиры дают только в новостройках, как правило, в новых микрорайонах, где многие самарцы и сами активно покупают жилье. Сначала я покупала черновую отделку, сейчас уже ремонт полностью завершен. Заехала я не так давно, несколько дней назад. Могу отметить то, что здесь тепло очень. Сейчас в Самаре реализуется второй этап программы переселения граждан из аварийного жилья. Он рассчитан на два года. За 2020 и 2021 должны расселить 465 семей. А всего до конца 2025 года в комфортные и безопасные квартиры смогут переехать 4370 семей. Это одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда», которая реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Самарский РКЦ «Прогресс» оказался в числе 45 российских организаций, в отношении которых Министерство торговли США ввело торговые ограничения. Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий Америки. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал эти санкции незаконными и глупыми, объяснив это тем, что к конечным военным пользователям отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. Он заявил, что эти санкции создадут дополнительные препятствия в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС. Напомним, АО «РКЦ «Прогресс» — ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. Более одного миллиарда рублей направила компания «РКС» Самара на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города в этом году. Какие работы провели и как это в итоге скажется на городской системе водоснабжения, узнали наши корреспонденты. Строительство здания насосной станции на НФС-2 в Самаре выходит на финишную прямую. Реализация проекта позволит решить вопрос повышенной жесткости и минерализации воды в поселке Управленческий. Это новые технологии, это новый подбор реагентов, это, в общем, новые качества воды. Грунтовые воды все имеют большую жесткость. И я уверен, что многие ждут, когда придет отсюда, с Суденого оврага, чистая вода из поверхностного водозабора, мягкая вода. Стройка на НФС-2 идет по инвестиционной программе компании «РКС Самара». Она рассчитана до 2023 года. Общее финансирование составит 4,5 миллиарда рублей. Миллиард 241 миллион пришелся на 2020 год, что для нас крупнейшее финансовое вливание за нашу деятельность, имеется в виду за год, что требует, естественно, большого объема работы. Значит, на этот год порядка 54 объектов у нас параллельно запущено в работу. Часть из них сделана, часть – большие, серьезные объекты, переходящие. В следующем году «РКС Самара» продолжит работу не только на НФС-2 и в поселке Управленческий. На НФС-1 на Советскую армию устанавливают новейшее электрооборудование, которое защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Подводятся сети к жилью для многодетных семей в районе Орлова оврага. Масштабные работы развернулись на городских очистных канализационных сооружениях. Здесь возводится комплекс биологической доочистки сточных вод и здание механических решеток. Все это значительно укрепит экологический барьер между городом-миллионником и Волгой. Инвестпрограмма «РКС Самара» позволит развернуть работы такого масштаба, которых не было в системе водоснабжения и водоотведения города с 70-х годов прошлого века. Лариса Шалафаст, Николай Епифанов, События. Идеи, воплощенные в архитектурном облике города. В Самаре начала работу выставка «Обаяние таланта», посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося архитектора Петра Щербачева, внука градоначальника Петра Алабина. Мастер спроектировал более 180 зданий в разных районах Куйбышева. Благодаря его трудам в городе появились уникальные строения в стилях, популярных в 20 веке. Сегодня это ключевые объекты, по которым Самару узнают во всем мире. Олег Зверев тоже ознакомился с творчеством архитектора. Из всех потомков Петра Алабина он, пожалуй, самый яркий представитель своей семьи, оставивший Самаре грандиозное наследие. Архитектор Петр Щербачев, внук знаменитого градоначальника. Спроектировал более 180 зданий в Куйбышеве. По сути, это небольшой город. Причем, каждое из этих строений – уникальный объект открытия нового направления в мире архитектуры. Сегодня Самару мы видим такой, какой ее задумали великие архитекторы. Как, к примеру, это ансамбль «Самарская площадь» – одно из самых масштабных творений Петра Щербачева. Самара – это грандиозный музей под открытым небом. И каждый раз, проходя по этим улицам, горожане заново открывают для себя их красоту. Во всем многообразии архитектурных стилей и направлений. Ознакомиться с творчеством Петра Щербачева можно не только на самарских улицах. Сегодня в музее Алабина начала работу выставка обаяния таланта, приуроченная к 130-летию со дня рождения архитектора. Работают экскурсоводы и научные консультанты. В числе первых посетителей – глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры региона Борис Иларионов. Жилые дома Щербачева – это не однотипные коробки. Каждое здание имеет индивидуальное оформление. А многие хорошо известные самарцам строений стали ключевыми объектами на карте города. Петр Щербачев получил в Московском училище живописи военной изучицы подготовку многостилевую. Там учили в стилях. И он мог работать в любом стиле, дипломный проект, как высшая работа, завершающая, выполнялась в классике. Но здесь интересный момент есть, что когда он закончил училище и занялся архитектурной деятельностью, настоящей, в 1926 году, ему пришлось проектировать в стиле конструктивизм. Здесь он начал заново сам осваивать эту новую стилистику. По мнению ученых, в творчестве Щербачева прослеживается вся стилистическая эволюция 20 века. От дореволюционного арт-деко до сталинского ампира и конструктивизма. Реализовать удалось не все, потому и ценность этой экспозиции особенно велика. Только здесь можно увидеть, какими изначально задумывались Самарская площадь, дом сельского хозяйства и элеватор с башней, со шпилем, как на МГУ. Действительно, в Самаре огромное разнообразие архитектурных стилей. И говоря о Петре Александровиче Щербачеве, конечно, надо сказать огромное спасибо ему за то, что он сделал для этого города. В каком бы уголке Самары мы ни оказались, одно из самых красивых зданий спроектировал Петр Александрович. Это и Крытый рынок, это и управление Куйбышевской железной дороги, это и поликлиника Куйбышевской железной дороги, это и штаб Привой. Конечно, Петр Александрович Щербачев это такое очень важное звено в 20 веке между дореволюционной Самарой, социалистическим Куйбышевым и сегодняшней, современной Самарой. Мы накануне празднования 170-летия губернии. Очень важно, что эта выставка входит в число мероприятий, посвященных предстоящему юбилею. На выставке можно увидеть не только архитектурные наследия, представлены и личные вещи Петра Щербачева, а также работы современных художников и студентов. На его опыте сегодня обучается поколение молодых архитекторов, которые будут проектировать новый образ Самары уже в самое ближайшее время. Олег Зверев, Константин Головин, События. В новогодние праздники юных самарцев ждут в Центральной городской детской библиотеке. Учреждение работает в модельном формате, то есть оно разделено на несколько зон по интересам. Благодаря нацпроекту «Культура» пространство для чтения перестают быть библиотеками в привычном понимании. Какие сюрпризы готовят для детей в праздничные дни, узнала Ульфия Сафина. А охотиться тут нельзя. Это библиотека. Билбикоте что? Библиотека. Важно повторила мышь. Здесь читают книги или берут их на время, чтобы почитать дома. Судя по всему, автор Лоренц Паули просто никогда не был в Самарской городской детской библиотеке. Здесь стереотип о том, что библиотека только почитать, уже давно сломали. Пятиклассница Лиза, как и многие дети, любительница медиапространств. Мультфильмы, игры, соцсети. Что сказать, поколение диджитал, они же зумеры. И как ни парадоксально, именно эта страсть сроднила Лизу с центральной библиотекой на аэродромной. Сначала привлек медиазал. Здесь можно поиграть и сделать домашнее задание за компьютером. А позже углубилась в чтение. Фонд самый богатый в городе. Более 90 тысяч книг для детей. Мне нравятся книги про школу, то есть какие-то смешные рассказы про школьную жизнь и так далее. Также мне нравятся какие-то детективы, приключения. Любителям приключений посвящается. И кто, как непостоянный гость, сможет лучше познакомить новенького с просторами книгохранилища нового поколения. Как только мы заходим, вот можно пролезть в избитие, здесь поезжать, почитать, прийти сюда порисовать вот здесь на доске. Например, есть различные профессии. Дальше идет игровая. Тут есть вот такая вот замечательная конструкция. Сюда можно бросать шарики, а на шариках есть буквы. И когда мы бросаем, из этих букв может получиться какое-то слово. Книжная кругосветка. Теме путешествий посвящена сама концепция библиотеки. Внимательный отследит сходство с Самарской лукой. Две зоны – детская и подростковая. Восемь помещений по интересам. Комната, мастер-классов, медиазал, игровая, конференц-зал. Все они в духе Жигулевского заповедника. Идеи и воплощение полностью принадлежат самарским дизайнерам. Мне давно была здесь свобода. Поэтому все так и получилось. Оно прям сразу как бы и появилось. Вот идея про самарскую идентичность относительно природы. Первичные детских впечатлений. Ну то есть с чем они могут связаны быть, как с Волгой и не нашей природой. Вот уже год, как Центральная детская библиотека живет в новом модельном формате благодаря национальному проекту «Культура». После ремонта гораздо больше стали приезжать из отдаленных районов конкретно в нашу библиотеку, чтобы вот только побыть здесь в середину марта по середину сентября. Мы постарались и сделали более 400 массовых мероприятий. Как на базе библиотеки, так и на улице. Большое количество мероприятий проводили онлайн в период именно пандемии. Библиотека будет работать и в новогодние праздники. 3, 5 и 8 января с 11 до 4 вечера. Программы на самого капризного зрителя. Мастер-классы, игры, спектакли, беседы. Как онлайн, так и оффлайн. Очки одеваются на голову. Идет показ видео. Участники мероприятия сделают путь от Земли через Международную космическую станцию, побывают в открытом космосе, на Луне и на Марсе. Это будет все не компьютерная графика, это реальные видео, реальные фотографии. Из-за пандемии вход будет ограниченным. Маски обязательны. С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки, а также в группах в социальных сетях. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Еще больше счастливых глаз. В Самаре продолжается ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Мечту двух воспитанников из Центра помощи детям Иволга исполнила глава Самары Елена Лапушкина. Какие подарки получили дети, узнала мэрия Елчан. Соня и Миша – воспитанники Центра помощи детям Иволга. Там находятся дети без попечения родителей. О том, что малыши хотят на Новый год, они написали Деду Морозу. Вот уже 13 лет в городе устанавливают елку с открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я закатал машину на пульте управлений. Я мечтал стать гонщиком. Сегодня для детей провели экскурсию в музейно-выставочном центре «Самара Космическая». Ребята увидели настоящие артефакты, составляющие ракетно-космической техники и модели ракет. Глава города Елена Лапушкина приготовила детям подарки, о которых они мечтали. Теперь Соня сможет научиться кататься на коньках, а у Миши появилась машинка, которую он так хотел. Так приятно видеть счастливые глаза детей, которые продолжают верить в Деда Мороза. И так приятно раз в год быть теми самыми Деда Морозами с Тригорочками, которые исполняют детские желания. В этом году исполнятся мечты более 500 маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города. Снять открытку с елки и приобрести подарок может каждый. Всего за годы проведения благотворительной акции самарцы помогли исполнить мечты 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мэриил Чан, Василий Колдашов. События. Новогодние мелодии, гирлянды, поздравления и подарки. В трамвае, который идет по маршруту номер 5, поздравляют самарцев с предстоящими праздниками. Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки и создают новогоднее настроение. Акция «Новогодний маршрут» муниципального предприятия ТТУ уже стала традиционной. Подробнее расскажет Елена Малютина. Под праздничную музыку встречают пассажиров трамвая Дед Мороз и Снегурочка. Их роли исполняют сотрудники ТТУ. Для создания хорошего настроения они дарят пассажирам карнавальные маски, а для безопасности – медицинские. Раздают мандарины, ведь, как известно, витамин С повышает иммунитет и, конечно, поздравляют каждого с наступающим Новым годом. Будем дарить подарки всем пассажирам, которые будут заходить. Также, если будут присутствовать дети у нас, будем просить рассказать стишок или потешку и выдавать подарок уже. Хотелось бы подарить людям праздник, хоть немножечко, потому что все очень устали за этот год. Маленькое внимание друг к другу – это уже приятно. Такое внимание радует многих пассажиров. Так здорово, честно говоря, настроения новогоднего не очень много. Но сейчас я что-то скажу, спасибо вам большое. Настроение очень хорошее, настроение поднялось. В преддверии Нового года очень приятно получить подарки. Акцию «Новогодний маршрут» впервые в Самаре провели в прошлом году. И теперь она стала доброй традицией. В разных депо готовы примерить на себя роль главных новогодних персонажей многие работники – и вагоновожатые, и кондукторы. Только в прошлом году выходили на маршруты два Деда Мороза и две Снегурочки. В этом году в их рядах пополнение. Еще две Снегурочки и Дед Мороз. Наталья Дудецкая управляет трамваем 11 лет. Каждую новогоднюю ночь встречает на работе. Мне нравится этот праздник. И почему-то я на работе получаю больше радости, необычного настроения. Не знаю, можно сравнить с адреналином. Украшали вагон трамваев всем коллективом городского депо ТТУ. Работать в праздничной атмосфере намного приятнее. Люди сразу в другое настроение. Поднимается, заходит вагон. Все, как говорится, предпраздничное настроение у людей сразу. Чем ближе к Новому году, тем больше трамваев будут выходить в рейс наряженными. Планируется украсить около сотни вагонов. Количество подвижного состава на линиях сохранят, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Однако сотрудники предприятия напоминают, что сложная эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы. Новый год – это всегда семейный праздник, и его всегда нужно проводить семьей. Но в этом году, раз вот такая ситуация сложилась, конечно, его нужно провести дома, конечно, надо провести своими близкими. Нарядные вагоны будут курсировать до Старого Нового года. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Более трех тысяч домашних животных пропадают в России в новогоднюю ночь. В особой группе риска – собаки. Фейерверки, которые так нравятся людям, вызывают у животных приступы паники, агрессии и страха. Объявления о пропаже питомцев по грустной традиции вывешиваются на подъездах домов 1 января. Однако найти удается не всех. Ольга Павлова выяснила, как не потерять четвероногого члена семьи в новогоднюю ночь, и существует ли таблетка от животного страха. Золотистый ретривер Нюша жадно вгрызается в свой любимый резиновый бублик и проявляет игривый нрав. Пока на горизонте безлюдно можно вдоволь набегаться, от души наваляться в снегу и показать красивого зайку. Но явление это скорее временное, замечает хозяйка собаки Полина Никитина. Беспечные прогулки в декабре – большая редкость. Период новогодних праздников всегда для нас очень сложный и трудный, потому что начинают взрывать петарды, салюты. И для собаки это очень большой стресс. Она очень сильно пугается громких звуков и начинает бежать сразу же домой. Вот так, с испуганными глазами, поджав свой немаленький хвост, собака самой безопасной породы в мире умоляет быстрее впустить ее домой. Статистика, которой щедро делятся ветеринарные врачи, неутешительна. Ежегодно им приходится лечить десятки разнопородных собак от стресса, в том числе вызванного взрывами фейерверков и петард. А иной раз от оглушающих звуков животные бегут сломя голову и попадают в ситуации, опасные для жизни и здоровья. Рекомендуется основное – это не отпускать собаку с поводков, потому что достаточно часто случаи, когда люди гуляют с ними в парке, у нас происходит салют, собака пугается, выбегает на дорогу. Буквально недавно был такой же случай, когда сбила собаку машину из-за того, что она испугалась фейерверков. Чтобы животные перенесли новогоднюю феерию легче, ветврачи рекомендуют курсовую седативную терапию. Собакам необходимо пить успокоительное за две недели до торжеств, точно так же, как людям сорбенты. Лекарства бывают на травяной и медикаментозной основе. Рекомендации о том, какие смогут помочь именно вашему питомцу, дадут ветеринарные клиники. А это уже совсем другая история. Здесь собираются хозяева собак, которые любым лекарством предпочтут правильную дрессировку своих питомцев. Лично вот моя собака, она очень боится. Она начинает метаться, начинает нервничать, начинает вырываться. И получается, очень прилагаю много усилий, чтобы ее просто удержать. Питбуль-терьер Аякс и Каникурса Сарбона не боятся, тренируются с детства. У собак здоровая психика, да регулярные занятия дают свои плоды. За редким исключением, конечно. Ну хоть что-то есть, чего он боится? Да, боится пакетиков шуршащих. Со стороны может показаться, что они наказаны, но это не так. Собаки ходят по кругу с небольшими остановками. Через какое-то время кинолог Виталий Рылеев из пистолета производит залп в воздух. В центре круга хорошо видно, как в такой ситуации повели себя животные. Если собака начала метаться, присаживаться и прятаться за хозяина, упражнение повторяет вновь. Именно так, день за днем и год за годом у собак формируется устойчивая психика и безразличие к любого рода выстрелам и фейерверкам. Приучаем к выстрелу постепенно, отбросывая метра, переходя к сложному. Сначала на расстояниях где-то там 150-200 метров, потом 100 метров. Это надо делать периодически и в конце концов довольно до 50 метров. Ни в коем случае нельзя потакать собаке в ее собственных страхах, жалеть, гладить по холке и уводить домой, посчитав, что на сегодня с нее достаточно. Тогда ваши трусы и трусихи, может быть, и станут похожи на этого мужественного пса. С такой искренней радостью салютами не наслаждаются даже люди. Но несмотря на все эти нехитрые правила, давайте все же проявлять больше любви и заботы к нашим питомцам. Следите за настроением, не отпускайте поводка в местах большого скопления людей и запуска фейерверков. Не подвергайте опасности жизнь ваших друзей. Ведь в преданной собаке, ласковой собаке, нету существа. В преданной собаке, в масках и собаке, веселей собаки, нету существа. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. С наступающими праздниками вас. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин